Всем привет! Сегодня будет видео для рыболовов. Будем разбавлять наш карантин рыболовным видео, домашними такими, знаете, вот смотрите, там дождь, осень началась, за окном шумит дождь, и делать больше нечего, мы в карантине, выходить никуда нельзя, будем перебирать наши снасти, и в то же время буду рассказывать, может, кому пригодится. Вот, допустим, решил поделать такие рубрики рыболовные, то есть буду в определенные дни, не каждый день, ну, когда там есть устроение снимать, про какие-то свои снасти для определенной рыбалки, для определенной. Не просто все снасти, которые у меня есть, а именно по таким разделам. Вот, допустим, конечно, многие сразу скажу, будут оспарить, будут говорить, а у меня что-то другое, но это я буду рассказывать про свое, а вы там, как говорят, у каждого свое есть еще. Сегодня я буду рассказывать про то, чем я ловлю карпа. Кто хочет посмотреть, у меня есть плейлист рыболовный, там можете посмотреть, что карпу я ловлю часто и больших, и бывает даже много. Так что буду рассказывать сегодня только то, что относится к моей личной рыбалке на карпах. Значит, чем я пользуюсь? В основном у меня есть только две удочки карповые, больше все остальные удочки, которые у меня есть, это относится к другим рыбалкам. А на карпах у меня есть две удочки, которые я применяю из-за карпа. Можем изредка, когда под рукой нет этих удочек, попробовать чем-то другим поймать. Это же понятно, да? Но я имею в виду, что предназначено конкретно для карпа. Смотрите. Обе мои удочки 2 метра 70 сантиметров. Вот одна, вот такой Марти, и вот ее Даня. Значит, удочки графитовые, с двух частей состоят, 2,70 длиной, легкие, крепкие, и вот эта удочка, к примеру, выдерживает 80-120 грамм. Для заброса кормушки 80-120 грамм. Не знаю, пускай там у каждого свое, у меня, так как я с кормушками рыбачу, это самый оптимальный вариант. Я не хочу ни более мощных, ни более дальних, мне не надо забросить на 200 метров, мне надо забросить в нормальных, как говорят, разумных пределах, не для спорта, а для отдыха. Соответственно, это самая прикольная удочка, не самая прикольная, а самая подходящая для меня, которая мне ни разу еще не подводила. Потом есть еще одна удочка, тоже фраме, только уже фирмы Дан немецкой, очень хорошая, мне очень нравится, красивенькая, что хотите. Смотрите, какая девочка у нее. Вот написано Дан, вот написано Дан. Это вот такая вот удочка. Вот, то же самое, 2,70, единственное, что она меньше по весу выдерживает. Она выдерживает вот от 30 до 80 грамм. Соответственно, так как я знаю, что она выдерживает меньше, я бы предпочел вот эту, которая первая. Но Дарья нам к концу не заглядывает, эту не подавили. Я ее больше берегу, то есть как, ставлю катушку чуть-чуть меньше на нее, ставлю, допустим, для заброса. Если я забрасываю, к примеру, пробку или кормушку металлическую, такую побольше, конечно, я пробку, которая весит меньше, забрасываю эту удочкой, которая меньше выдерживает. Ну, а более крупные кормаки забрасываю второй удочкой. Все. Были у меня удочки такие, как крокодил, который там выдерживает, не знаю сколько, 250 или 300 грамм для заброса. Он там такой кусок железяки, скажем честно. Ну, это такой и крокодил, который, ну, вот скажу вам честно. Я забросил им раза два или три, вот там типа ракеты и все. Потом посмотрел, что, скажу вам честно, бесполезная вещь вот эти все ракеты. Ну, как, есть любители, которые будут оспаривать, скажут, нет, у нас фидер, мы забрасываем там на 300 метров. Сначала накидаем туда ракетами, потом забросим туда фидерную кормушку. Будем сидеть два дня и дождемся своего результата. И такое может быть. Но я говорю, свою точку зрения, на наших водоемах аргентинских, бесполезная эта штука. И если таким крокодилом что-то бросать, это надо быть тяжелым атлетом, чтобы руки себе не поотревать. Потому что бросать таким граблями, такими, это просто, ну, убийственно. Скажем честно, я забросил им три раза. После того я взял еще один раз его на море. Там я его поломал и выкинул сам лично. Так он мне надоел. Рудни в руки отваливаются. И вообще такая, такие грабли, что выкинул, просто поломал и выкинул его в кампину. Вот сами нормальные удочки. Легкие должны быть. Вы на рыбалке не должны уставать, вы должны наслаждаться. Легкие, крепкие, выдерживать карпа, а не слона. Я не знаю, кто там показывает огромнейших карпов. Я знаю, что нормальных карпов, таких средненьких, как вторых мылоем, они там 10 килограмм, 13 килограмм, ну, такого. Но не такие слоны, как там показывают по телеку, по ютубу и все остальное. Так что мои удочки, плюс, можно и больше гораздо вывести на такие удочки. Просто вы должны сами еще чуть технику уваживания там делать. Теперь, катушки. Вот такие катушки я применяю. Одна тоже дам. Другая, чисто китайская, народная катушка. Не знаю, как она называется. Ну, в общем, даже если бы и знал, то особо и не искаешь, потому что китайцы выпускают кучу всего. Чем катушки отличаются? Ну, как бы, я применяю, какие катушки? Я применяю такие, чтобы, допустим, 0,4, леска 0,4, можно было намотать где-то 150 метров. То есть, вот такие немножко мощные, но в то же время тоже и не запудривать там мозги такими уж сверхмощными. Наподобие, сейчас, чтобы не было, помню, сверхмощные. Я имею в виду, я имею в виду, сейчас, вот. Типа такого, который тоже могут сказать, что это на карпа, но, по-моему, я его лично применяю для мужской рыбалки, потому что это больше не на карпа, а на слона. Наподобие вот таких катушек, видите. Вот она, больше моей головы. Это тоже, как бы, рассказывает, что-то на карпа, но я думаю, что это больше на слона катушка, чем на карпа. Так что, для мужской рыбалки там таскать акулу, да, но карпа, это, карпы меньше, чем эти катушки. Значит, применяем нормальные. Хочу порекомендовать, если будете покупать именно на карпа, чтобы с байтранером, вот с этим. Кто не знает, что это такое, это такой тормоз. Тормоз еще дополнительный, то есть мы вот здесь тормоз имеем, который основной на катушке все имеют. И вот дополнительный. Для чего? Для того, что если клюнет, должна леска сходить более-менее, более-менее свободно. Не так уж свободно, как все там показывают. Я смотрю, многие говорят, нет, она так свободно должна идти, чтобы карп не услышал. Да пускай слышит, пускай упирается. Не должна она идти свободно и вам запутать. Она должна идти с хорошим натягом. То есть вот. То есть не ослабляться постоянно, а идти с нормальным натягом. И чтобы еще было такое сопротивление, чтобы он же все-таки больше себе крючок затягивал, скажем так. Это раз. Второе. Когда вы схватили, байтранер сработал, и уже тогда работает основной тормоз, который гораздо-гораздо жестче. Но скажу вам еще один маленький секрет. У кого нет такой катушки, дальше не переживайте на эту тему. Почему? Потому что привыкните, привыкните, научитесь ловить хороших карпов без байтранера. Это обычное явление. Когда оставляете удочку, отпустите основной тормоз, ослабьте его. Так, чтобы натяжку, если потянет, шел, но в то же время удочку он не поломал. Вот для чего он нужен. Для того, чтобы там не слышал карп и все остальное. Карп уже все прекрасно слышит. Если он уже накололся и убегает на колотый, то он без вашего байтранера и натяжек все хорошо слышит. Это надо для того, чтобы у вас или удочку не сорвало и не утащило, или если она сильно закреплена, чтобы ее не переломало и все не перервало. Для этого он с натягом должен отпускаться идти. Потому что карп плюет не так, как там какие-нибудь другие рыбы, которые там поклевочка, поклевочка, поклевочка. Нет, этот может ни с того ни с сего просто дернуть и начать тянуть, как паровоз какой-то. Значит, вот для этого отпускаете немножко, но не совсем, чтобы было слабо. Иначе он вам вымотает за полсекунды. Вы не успеете не добежать, еще и все запутается. А так, чтобы он мог потянуть, но ничего не порвать, отпускаете немного тормоза. Потом, потом придерживаете, когда вы подскочили, придерживаете рукой вот так вот катушку и буквально придерживая вот еще двумя пальцами, вы поджимаете тормоз. То есть регулируете в процессе того, как подмаживаете рукой, уже добираете до того состояния, которое вам нужно. Кстати, если долго не рыбачите, вот как мы сейчас в карантинах и во всем, отпустите все эти тормоза, когда катушки, храните, не оставляйте их на тормозах. Отпустите, вот в таком состоянии оставляйте катушки на хранение. Вот. Рассказал насчет катушек, рассказал насчет удочек. Это то, что я применяю. Другой может рассказать, что нет, надо 4-метровые 100% или 6-метровые, иначе карпа не поймаешь. Поймаешь, и очень классно. Теперь. В основном, в основном, никогда я не ловлю, к примеру, никаких карпов, на всяких там червячков и все такое. Нет. В основном это, как бы, тесто, бойлы, может быть, кукуруза, но больше всего это пенопласт. Пенопластовые шарики, обычные, такие маленькие пенопластовые шарики. Вот. Вот пенопластовые шарики. Вот они ставятся на кормушке. Для чего предназначен пенопластовый шарик? Не для того, чтобы, скажем честно, что карпу он нравится. Можете даже не брызгать на него ничем, потому что все это туфта, и там начинает их всякими вкусами приделывать. Нет. Первое. Пробка. Как делается пробка? То есть, я рыбачу только с этими сами, со всякими кормушками. Одна из разновидностей кормушек пробка. Очень прекрасно работает. Берется пробка от 5-литровой, два банки, не от маленькой, а от 5-литровой с воды буты, бутля. Такая, чтобы хорошенькая здесь. Сколько у нее тут? Вот в моих пробках здесь сколько диаметр? 4-4,5 сантиметра. Куда же все-таки влезло? А то возьму вот такую вот маленькую, как будто пипетки какой-то. Думаю, что приплывет серьезный карп, там что-то кушать. Три крючка на нитку. На нитку, не на леску. Леска имеет память, она может вам там в сторону давить, не заставлять, а наплавать крючок. Значит, на нитку. Длина вот здесь от пробки до крючка 3-4 сантиметра. Крючки, не знаю, какие они там по номерам, значит так. В ширину, вот так если будем брать, 1 сантиметр, вот так 1,5 сантиметра. Самые идеальные крючки для карпа. На них пенопластовый шарик. Для чего пенопластовый шарик? Чтобы крючок плавал, чтобы он был сверху, чтобы он плавал над едой. Для этого пенопластовый шарик. Даже если он не может поднять крючок, он все равно даст плавучесть. Без разницы, если он даже чуть-чуть будет вот так, при первой же, как карп начнет засасывать, он приподнимется, потому что он почти не имеет веса крючок из-за того, что у него шарик. Вот для этого пенопластовый шарик, а не для того, что они вкусные или невкусные, они должны дать плавучесть крючку. Можете использовать такие кормушки. Можете использовать такого стиля кормушки. На них можно поцепить, к примеру, как у меня вот спереди, два крючочка, видите, скользящих, которые имеют пенопластовые шарики. Сзади два крючка, который предназначен для бойлов или для кукурузы, или для какой-нибудь тоже там, вот, я делаю, бывает, тесто такое, как бы, вместо бойлов, и тоже сюда прицепляю. То есть, или плавают сверху эти, или насчет вкусности, потому что кукуруза или бойлов, или еще что-нибудь, это уже вкусная вещь, которая лежит рядом, можно использовать сюда. Но, скажу так, я пробовал вот в таком варианте, это 50 на 50, то есть, не скажу, что все берут кукурузу или бойл, и не попадаются на шарики. 50% попадаются на шарики, хотя рядом лежит и кукуруза, и бойлы. Это меня, кстати, спрашивал один, чтобы я ему рассказал, вот, если я ставлю вот так, на что больше клюет? 50 на 50. Если вы поставите просто шарики, будет все то же самое. Не обязательно цеплять вот тут бойл, кукурузу, и все. Но, если есть, можно пробовать. Значит, тоже нитка, нитка, никакой этой, никакой лески. Лески, леска только основная. На катушках, на катушках, я забыл сказать, тоже нитка, плетенка, плетенка. Я не использую ни на каких карпов, никогда леску. Многие, опять же, будут оспаривать этот момент, будут рассказывать, что леска растягивается, пружинит, не дает порвать. Ерунда, это все. Пускай она себе растягивается, пружинит, не дает порвать, но она неудобная, не крепкая, и для карповой рыбалки негодная. Берите эту, а чтобы не порвало, работайте руками, удилищем вашим, и работайте тормозом на катушке. Вот так у вас не поймет. Вы должны научиться вываживать, а не ждать, что вам будет растягиваться туда-сюда леска, и этим она будет спасать. Поэтому не ставьте никакие там амортизаторы, пружины. Этой ерундой весь интернет забит. Берите попроще, и все будет работать. Потом. Очень хорошо помогает спереди 20-30 сантиметров вот такой лепесток из бутылки. Очень сильно помогает, если у вас на дне есть зацепы. Это хорошо приподнимает и летит выше любых камней, и все, кормушка, когда вы вважаете. Очень сильно помогает приподнимать. Что еще для карповой вовли применяем? Применяем колокольчик. Повесьте колокольчик, который зазвенит, когда у вас начнет поливать. Еще не забывайте, он не зазвенит, если вы сильно отпустите тормоз, и он будет стаскивать, он даже вам не зазвенит. Так что, потому и говорю, не отпускайте сильно тормоз. Отпускайте так, чтобы карп мог с усилием потянуть, не порвал вашу снасть, не поломал вашу снасть, и колокольчик в это время звонил. Типа фидерные кормушки. Вот эти вот для шарика, они годная вообще штука. Эта штука годная, если вы правду будете там делать, типа фидера какого-то, будете там подальше забрасывать, и там уже будет действительно лежать какой-нибудь червячок. Значит, нитка, которую я применяю, смотрите, вот у меня есть. Можно применять или вот мультифиламент, или как, а, плетенка, плетенка, которая идет на катушку, или вот эта нитка, это вот, есть такая, называется, подложка, что ли, на спине, да, под основную нитку, когда не хватает размера, подкладывают вот это. Она очень крепкая, очень классная, рекомендую. Я когда-то одну купил, теперь на все вот эти штуки карповые, только ею и пользуюсь, она мне для этого. Очень хорошая штука. И, если бойлами пользуетесь, если бойлами пользуетесь, сделайте себе вот, если негде купить, смотрите, просто, это крючок для вязания, который применяет женщины маленький, а это сверло, которое вы подбираете приблизительно под ваш крючок, находите две красивые ручки или палочки, забиваете, получаете, вот инструмент для бойл. Одним просверлили, другим протянули. Вот. Видите? Раз, зацепил и назад. Это обычный крючок, вот этот, что женщины вяжут, продается вот в этих магазинах, где всякие спицы, крючки продаются. То есть, вот у нас, к примеру, карповые вот такие наборы, там вот, иглы и все вот это, карповые иглы, они не продаются. А вот это, мне больше нравится, чем оригинальные, как говорят, карповые иглы, потому что нет, кто есть плохого качества. Что еще можно применять, если вы вдруг не наделали вот этих кормушек. Хотя это самые простые, самые дешевые варианты и самые продуктивные. Самые продуктивные, это вот это. Но, что можно еще применять? Можно применять еще, кормушки разные бывают. Такие у меня есть кормушки, ведь все то же самое. Только это может качаться, там не качаться. то есть, я больше предпочитаю вот такую. Чтобы сделать такую кормушку, у меня, во-первых, есть видео. Во-вторых, если вы присмотритесь, вы сразу поймете, как она делается. Палочка Чупетина, потом. Сначала просто такую пружинку, ложите ее в ложку и в ложку. Видите? Разве не видно, что это ложка? И в ложку, когда она лежит, наливаете свинца. Все. Вставляете палочку из-под Чупетина, получаете кормушку, которую вам будут продавать за доллары. В магазинах рыболовли. Так. Следующее, что можно применять для карповой ловли. ПВА сеточки. Вот разных диаметров. Это уже, конечно, у китайцев, на Алиэкспрессе, все такое. В чем эта сеточка заключается? Это вот это. Значит, завязываете один кончик сеточки. Здесь она одета на специальную пластиковую трубку. Имеет такую вот толкачку, или как ей там, блин, сказать. Что делаем? Забрасываем туда какие-нибудь бои, или там корма, которые вы хотите. Так как внизу уже завязан узелок. Вот. Набросали, набросали, сколько захотели. Проталкиваем. Вылазит. Берем здесь теперь вот мешок. Завязываем два узелка сразу делаем. Для чего? Один между ними прорежете, один уйдет, как говорят, будет завязан в мешочек, а другой останется под следующую заталкивание. Это цепляете на крючок рядом с наживкой и забрасываете. Эта сеточка растворяется за несколько секунд, там типа секунд 30. Она растворится, ее не станет. Так что не берите ее мокрыми руками, иначе эта сетка растворится прямо у вас в руках. Вот. И наживка будет лежать между этими бойлами. Не скажу, чтобы меня восхищала эта техника, но в принципе ей пользоваться можно. Так что вот такие. Когда-то купил, есть, но практически пробовал два или три раза. Я же говорю, не превосходит эта техника, к примеру, кормушку обычную. Так что, ну, наживаю еще. Кто-то скажет, что превосходит. Следующий вариант. Такие же ПВА только мешочки. Они продаются по размерам, видите. Это обычно такой же мешочек тоже. Берете, если вы пользуетесь просто одним крючком с наживкой, с каким-нибудь бойлом или еще с чем-нибудь, да хоть с червяком. Значит, крючок опускаете в мешок, засыпаете мешок дальше кормом вот таким вот, который вы хотите, чтобы рядом валялся. Вот. Чуть-чуть палец вверх мешочка чуть-чуть вот так вот, скажем так, промокнули и закрутили вокруг лески. Получается наживка в середине в мешке с крючком, а мешок весь с этим самым, с кормом. Забрасываем весь этот мешок, он летит, все растворяется, остается лежать наживка, как говорят. Вместе с грузиком можно ее туда запихнуть, то есть, знаете, остается наживка с грузиком лежать в куче корма. Ну, как правило, она не лежит в куче корма, она лежит недалеко от кучи корма. Почему? Потому что грузик останется от груза, все равно уходит поводок, поводок, значит, будет водой течением немножко отодвинут, и грузик будет лежать в куче корма, а недалеко будет валяться ваша наживка. Вот еще вариант. Так, сегодня я вам рассказал все, что я применяю для карповой ловли. На следующий раз расскажу для какой-нибудь другой рыбалки. Допустим, для морской рыбалки, для спиннинга, для каяка, для каяка на море, для каяка на реке. Ну, в общем, пока все. До следующих видео. И не забывайте отпускать, как говорят, тормоза на своих катушках, когда вы их просто сохраните. Иначе, со временем не долго не будете пользоваться. Эти тормоза все там так пережмут и так передают, что вы не будете рады, что они перестали хорошо работать. Если время есть и заняться нечем, почистите катушки и смажьте их. Все. Пока. До следующих видео.